ВСУ наносят поражение Россияне публикуют последствия Что взлетело на воздух? Очередные условия для переговоров Передел четырех украинских областей И вывод войск Что известно о новых требованиях И какое послание отправил Макрон в Москву? В одной из стран Балтии сделали заявление для Лукашенко О чем идет речь? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно Оставляйте также свои комментарии И спасибо вам за обратную связь Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем Украина вновь атаковала арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ На этот раз 13-й в поселке Котово в Новгородской области Этот арсенал находится в 680 километрах от Украины И являлся складом хранения снарядов для ствольной артиллерии, мин, ракет для РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган», Ракет «Искандер», «Северокорейских боеприпасов» Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБУ Украины В российском Минобороны эту атаку традиционно проигнорировали и не упомянули в своей сводке В то же время власти Новгородской области подтвердили, что не все идет по плану Да и настолько, что была проведена срочная эвакуация жителей Котово, где находится арсенал В целом же Россию в ночь на 20 ноября атаковали десятки украинских беспилотников Гремело еще и в Брянской, Смоленской, Московской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской, Тверской и Белгородской областях В главном управлении разведки Украины сообщили, что в городе Губкин Белгородской области успешно поражен командный пункт группировки войск «Север» ВСРФ В Украине готовятся к возможной серьезной воздушной атаке со стороны России О негативном сценарии первым сообщило посольство США в Киеве На официальном сайте диппредставительства появилось предупреждение для граждан Соединенных Штатов Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной крупной воздушной атаке 20 ноября В целях предосторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства рекомендовано оставаться в убежищах В Украинском центре противодействия дезинформации сообщили, что для обстрелов у России готова авиация и ракеты Кроме того, есть еще и корабли, с которых также может быть нанесен удар На протяжении дня посольства других стран в Украине также приняли решение о закрытии Тем временем в Кремле заявили, что не могут комментировать данные события сославшись на то, что обстрелы – это прерогатива Минобороны РФ Украина проиграет в войне, если США сократят военную помощь При этом война может закончиться в любой момент Достаточно Путину захотеть ее завершить Об этом заявил украинский президент Зеленский в интервью Fox News Я уверен, что на сегодняшний день многое действительно зависит от Путина Он может это сделать Он может захотеть и закончить эту войну Но это также гораздо больше зависит от Соединенных Штатов Америки Путин слабее, чем Соединенные Штаты Америки Президент США обладает силой, полномочиями и оружием И он может снизить цену на энергетические ресурсы Кстати, я слышал из СМИ, что президент Трамп думает о снижении цен на энергетические ресурсы На нефть, и это необходимо сделать Зеленский также говорит о необходимости единства Как народа Украины, так и Европы и США Во Франции тем временем призвали Путина прислушаться к голосу разума Это требование Макрона В последние дни Россия взяла на себя серьезную ответственность Вовлекая в украинский конфликт чрезвычайно агрессивную азиатскую державу И занимая беспрецедентную ядерную позицию Сегодня Россия становится силой глобальной дестабилизации Поэтому я призываю президента Путина прислушаться к голосу разума И ответственности перед Россией, ее народом и ее руководством Прекратить эту войну и конфликты Уважать устав ООН и способствовать коллективной деэскалации Путин готов к прекращению огня и к обсуждению сделки с Трампом Но при этом не готов к значительным территориальным уступкам То есть не готов полностью отказаться от оккупации украинских земель О желаниях Путина пишет агентство Reuters Со ссылкой сразу на пять источников, которые знакомы с позицией Кремля В Москве готовы согласиться на заморозку конфликта вдоль линии фронта Уточняет издание По словам трех человек, пожелавших остаться неназванными Для обсуждения деликатных вопросов Возможно, есть место для переговоров о точном разделе четырех восточных областей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской Reuters также сообщает, что РФ может быть готова вывести войска С относительно небольших участков территории в Харьковской и Николаевской областях На севере и юге Украины Кроме того, Путин хочет, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО При этом Москва открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева А еще Путин хочет, чтобы Украина сократила численность в ИСУ И не ограничивала использование русского языка Публикацию Reuters прокомментировал Песков Говорит, что Россия не готова к заморозке войны Отмечу, агентство также упоминает в своей публикации о том, что Россия настаивает на переговорах С учетом неких соглашений, которые якобы были согласованы в Стамбуле весной 2022 года О формате переговоров между РФ и Украиной А также условиях, при которых Москва и Киев могут сесть за один стол Мы поговорили с военно-политическим экспертом и главой Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко Меня всегда удивляет, с чего делаются выводы о том, что Кремль готов пойти на какие-то условия Недавно было заявление пресс-секретаря Путина Пескова о том, что для России неприемлема заморозка конфликта по линии фронта То есть они сказали о том, что должны быть выполнены условия июньского ультиматума Путина О том, что Украина должна выйти из Херсона и Запорожья Нам необходимо понимать, что если к этому вопросу подойдет администрация Трампа Будет спецпредставитель по Украине То я думаю, что то, что было до этого Минские соглашения до этого, потом стамбульские какие-то проекты и так далее Оно вообще уйдет в прошлое Будет все с чистого листа Будет обнуление и будет с чистого листа выписано Украинские условия на основании плана мира Украины и плана победы И условия России И дальше уже, исходя из того, у кого будет сильнее позиция У кого за спиной будет сильнее тыл и поддержка Уже и вынуждать идти на уступки Мне кажется, что будет так В США рассказали, с чем связаны проблемы Украины на поле боя Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан Считает, что все упирается не в недостаток вооружения А в численность украинских войск Салливан намекает, что ни танки, ни F-16, ни системы ПВО, которые отправили США Не смогли коренным образом повлиять на обстановку на линию фронта Вопрос в мобилизации украинцев Наша позиция заключается в том, что нет ни одной системы вооружений Которая бы изменила исход этой битвы Дело в живой силе и, на наш взгляд, Украине необходимо больше усилий Для укрепления своих позиций с точки зрения численности войск Дело также в боеприпасах и всех других аспектах, которые связаны с национальной силой страны Их моральным духом, сплоченностью, промышленной базой Это заявление мы также обсудили с военно-политическим экспертам Кроме того, задали вопрос, что необходимо Украине для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя Я прочитал, и там есть такая формулировка, что необходимо единство Воля к борьбе, единство общества, консолидация Это очень важно, и это, как мне кажется, созвучно с тем, что было представлено президентом Украины в парламенте Я имею в виду о плане стойкости для Украины Второй момент, который необходимо отметить, что необходимо, конечно, вооружение В первую очередь дальнобойное вооружение Возможности уничтожать противника в тылах Начиная с тыла там несколько сот километров Их арсеналы, производство вооружений и так далее Заканчивая ближним тылом 5-10 километров Где находятся позиции российских войск на оккупированных территориях Чем больше уничтожаются российские силы дистанционно Тем меньше контактных боев Тем меньше, скажем, угроз для личного состава вооруженных сил Украины И мы бережем наших людей Я не исключаю того, что возможные наступательные действия украинских войск Были бы возможны в 2025 году Смерть белорусских политзаключенных на руках Лукашенко Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна Также в Таллине заявили, что не будут признавать результаты Так называемых выборов президента Беларуси Которые пройдут в январе 2025 года Президентские выборы в Беларуси, запланированные на январь 2025 года Организованы в атмосфере террора И не будут соответствовать демократическим принципам Именно поэтому мы не сможем признать результаты этих выборов Я также рад сообщить, что Эстония выделяет 30 тысяч евро В фонд помощи жертвам репрессий белорусского режима Это международный гуманитарный фонд, направленный на поддержку Бывших и нынешних политических заключенных, а также их семей Илон Маск вместе с Трампом запустили ракету Компания SpaceX в шестой раз испытала космический корабль Starship На сверхтяжелой ракете Super Heavy Это самый большой комплекс в истории космических полетов За запуском с космодрома в Техасе наблюдали избранный президент-республиканец и Илон Маск Ракета-носитель, разогнав корабль, через несколько минут отделилась и успешно приводнилась в Мексиканском заливе Друзья, на этом все Не забудьте оставить свой лайк и комментарий Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями Оперативную информацию от НЕКТа ищите, как всегда, в наших Телеграм-каналах или на платформе ИКС Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами До новых встреч и хороших вам новостей Редактор субтитров А.Семкин